АРМЕНИЯ Вы знаете, я считаю, что у России стратегических союзников на сегодняшний момент либо вообще нет, либо, наверное, это Белоруссия, с которой есть союзные государства. На самом деле, никаких стратегических союзов у России нет. Вот это мое мнение такое. Я не думаю, что все с этим согласятся, но у меня полное такое основание так говорить. Насчет помощи. Опять же, слово «Россия». В России, ну, сколько? 145 миллионов человек. Что значит «Россия помогает»? Лично я из кармана ничего не отдавал никому. И 99% населения тоже. Имеется в виду российские истинные. Да, значит, я как раз хочу сказать, значит, речь идет о небольшой группе людей, которые принимают решения, исходя из собственных интересов каких-то или под давлением кого-то. Из каких соображений эти люди принимают вот такие решения, то это можно только гадать. Но я в их решениях не вижу какого-то стратегического расчета. Поэтому исходить из интересов России для анализа отношений Армении и России – это будет просто ошибка. Потому что если бы Россия исходила именно из государственных интересов, так как понимает его великодержавник или националист, в хорошем смысле этого слова, то действует бы совершенно иначе. А что касается инвестиций, я, честно говоря, не очень хорошо знаю о том, чтобы частные наши структуры, именно действительно частные, которые никак не связаны с государством, какие-то широкомасштабные, прям большие инвестиции в Армению выкладывали. Может быть, я ошибаюсь, но мне, по-моему, вряд ли туда несут большие деньги наши бизнесмены. Ну, помогает не только финансово, еще российская 102-я военная база находится на территории Армении. Ну, это понятное дело. Да, да. А теперь другой вопрос. Действительно, второй вопрос, почему там находится база. Ну, любая страна, которая претендует на статус великой державы, хочет иметь базы везде. Где только пустят. Где только пустят. Если Армения пускает, то там база появится. Если Армения пустит американскую базу, завтра же будет американская база. Вот завтра же. Они не задерживаются, я думаю. То же самое и Россия. Поэтому здесь я не вижу какой-то там особой помощи. То есть именно какой-то вот именно помощи, как вы говорите, я так предполагаю, что вы... Основной партнер экономический для Армении это Россия. Да, но основной партнер, правильно. Да, основной партнер экономический. Кто мог бы быть еще? Давайте просто методом исключения. А кто мог бы быть еще? Значит, методом исключения действия, ну, с кто еще может быть? Иран-Турция, ну, я думаю, роль Ирана повысится потихонечку. Когда, насколько я понимаю, они уже договорились о газотранспортных каких-то общих проектов. Это повысится. Но даже если действовать методом исключения, то остается только Россия. Просто больше некому. Поэтому удивляться тут не приходится. Говоря об этом как раз, Соединенные Штаты не раз советовали Армении научиться принимать самостоятельные решения. Да, и что вы хотите им сказать? Может быть ли так, что именно это повлияло на участившиеся в армянских политических кругах разговоры о том, что Армении незамедлительно нужно покинуть Евразийский экономический союз, где опять-таки главенствует Россия? Ну, вы знаете, могут говорить все, что угодно. Просто вопрос в том, а какие альтернативы для Армении? Вот куда она вступит? Мне просто интересно. Если она покидает российские проекты интеграционные, экономически интеграционные, кто же ждет? Вот Украина мечтает о Евросоюзе. Ну, это главная повестка, да? По крайней мере, граница есть с Евросоюзом у Украины. А вот в Армении, мне просто не знакомы никакие крупные экономические, скажем так, такие структуры, которые непосредственно примыкают к Армении, другие. И с ними, с Арменией, точнее, завязаны в каких-то серьезных инфраструктурных или каких-то иных проектах. Поэтому говорить там они могут все, что угодно. А альтернативы-то нет. То есть, либо оставаться вне каких-либо интеграционных структурах, либо быть с теми структурами, которые инициирует Россия. Просто методом исключения действуем. Но если Иран придумает какое-то объединение, теоретически, может быть, теоретически что-то такое и будет, но я не уверен, что им очень нужны такие связи Армении. То есть, я не очень в этом убежден, что сам Иран захочет такого сближения. Все-таки, больше можно ожидать такого сближения между Азербайджаном и Ираном, чем между Арменией и Ираном, в силу очевидных причин. Хотя, некоторые шаги в этом направлении Иран делал. Но в любом случае Иран страна жесткая. С Ираном не забалуешь. И если они будут сближаться с Ираном, то это будет под диктовку Ирана точно. Россия находится под санкциями. Находится. И Армения, которая ввиду последних санкций, она решила, что это непременно отразится на ее экономике, ситуации. И решила в ближайшем же будущем, уже этой осенью, подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Они хотят выйти на европейский рынок. Да, я только не понимаю, с чем. То есть, желающих подписывать ассоциацию с Европой очень много. Только вопрос заключается в том, а что же они предложат Европе. Мне просто интересно. Я не знаю, я не знаком с какими-то армянскими товарами, которые так необходимы Европе, которые Европу не производила бы уже. И на самом деле, вообще-то, любой человек, который знает экономическую обстановку в Евросоюзе и знает экономические реалии, прекрасно знает, что Европа, несмотря на декларации и все свободные экономики, является жестко протекционистским экономическим союзом. Жестко протекционистским, где свои страны имеют преференции, а другие страны по сравнению с Евросоюзом находятся в неравных экономических условиях. И когда говорят, что ассоциация как раз выравнивает условия, то это для очень наивных людей. Наоборот, ассоциация пристегивает в качестве какого-то очередного придатка экономического к Евросоюзу другие государства. Это же, насколько я знаю, идея витает, и мы знаем, на Украине можем смотреть параллели. Вот у них евроассоциация, а что-то я не видел, чтобы благодаря вот этой евроассоциации... Ну, уже просто конкретный пример. У них экономика хоть как-то улучшилась. Или хоть с чем-то они вышли таким, с которым бы они не выходили при предыдущей власти. Я имею в виду на рынок с таким товаром. Но тем не менее, Армения стремится на Запад, и она пытается это сделать в период не самых лучших отношений России с Западом. Она пытается устигнуть на двух стульях? Да, вы знаете, вопрос только в другом. Нужна ли Армения Западу? А если нужна, то в качестве кого? Вот я думаю, что если Армения и нужна Западу, то в качестве какой-то антироссийской площадки, в качестве пророссийской площадки Армения Западу не нужна. И тоже понятно почему. Потому что раз у нас плохие отношения, друг моего друга тоже мне друг, а, соответственно, друг моего врага – враг, да? Враг моего врага – друг. Простейшие принципы. Тыми тысячелетиями руководствуется государство. Ничего нового не придумано и ничего нового не будет придумано. Поэтому мы видим параллели. То есть надо же просто посмотреть на исторический опыт. Мы видим, что так или иначе государства, которые постсоветские сильно сближались с Западом, они становились антироссийскими. В той или иной степени. Поэтому, если Армения хочет сближаться с Западом, то неизбежно логика сближения будет диктовать армянскому руководству антироссийскую позицию. Хотят ли они того, не хотят. От этого вот нехватит, потребует Запад. Я так просто прогнозирую. Это просто мое мнение. Если Армения поставят перед выбором, кого она выберет, на ваш взгляд? С кем останется? Нет сомнений, что с Западом. Для меня нет сомнений. Армения, я думаю, никогда при таком вот раскладе, не выберет Россию, если только считать Армению независимым государством. Ведь только независимые страны могут выбирать, и только независимые государства вообще к ним применимы. Такое понятие, кого они выберут. Обычно за них выбирают. Вот о чем идет речь. Поэтому, если у России будет, мало ли, может быть и такое, достаточно каких-то рычагов влияния на внутреннюю элиту Армении, то, может быть, Армения, вернее, ее руководство выберет и Россию. Но я так полагаю, что все равно у Запада больше рычагов воздействия. Поэтому с этой точки зрения Армения выберет в кавычках Запад. И мне кажется, что и в элитах армянских больше тяги к Западу. Тема пропаганды фашизма в Армении. В российских политических кругах с прошлого года в курсе о том, что там установили памятник в центре Еревана при участии Сержа Сарксяна непосредственно. Ну, что мы знаем? Мы видим, опять, что вещи, которые делались до этого не в Армении, а в других республиках, вот эта вот так называемая героизация, она, в конце концов, имела своим следствием очень негативные вещи. Сейчас мы можем прогнозировать, что если в Армении та же ситуация будет, если в Армении, опять же, будут идеологические призраки прошлого, возрождаться, то по аналогии можно ожидать, что тоже ни к чему хорошему это не приведет. Ну, в каком смысле? Сказав А, обычно говорят Б. То есть не просто же так поставили этот памятник, но с какой-то целью. Памятник – это как член семьи, вы знаете, в государстве. Если государство – это как дом народа, вот такой вот вечный член семьи, который все время стоит, которого все видят – это памятник. Руководство Армении следует идеологии партии Дашнак Цутюн. Ну, вы знаете, мне кажется, что идеологическая роль Дашнак Цутюна, она почему высока? Потому что государства, которые недавно обрели независимость, а мы говорим именно о новой независимости, надо говорить четко, если честно говорить, Армения получила независимость, вот новая Армения, ну, после распада Советского Союза. А то, что было очень давно, это, ну, может быть, какая-то историческая преемственность есть, но на страницах учебников. Понятно, что в реальности надо смотреть совсем короткий период. Вот короткий период – надо было создавать новую идеологию. Вот какую идеологию Армения могла бы выбрать? Просто, опять же, методом исключения. Так получилось, что они апеллировали к короткому периоду независимости начала XX века. А во главе тогдашней независимости стояли как раз дошнеки. То есть, чтобы сказать, что у них независимость не 25 лет, а гораздо больше, что вот они лишь восстанавливают независимость, а не получают ее с нуля, то вот стали апеллировать к тому короткому периоду независимости, который был вот в начале XX века. Кроме того, там на уровне такого идеологического сознания, опять же, нужно искать героев, дошнеки себя позиционировали как борцов за народное счастье. Ну вот нынешнее руководство решило, что эти люди годятся для того, чтобы так воспринимало новое поколение и сейчас. Я скажу, что когда говорят о памятнику Нжде или медали имени Дро, то есть это известные дошнакские деятели, обычно говорят в контексте, если говорить о Нжде, если уж точнее, в контексте не столько дошнак-цутюн, сколько их связей с Третьим Рейхом. Это, знаете ли, это половинчатое знание истории. Мне кажется, для нас так же важно, для России, я имею в виду для России, так же важно не забывать, что партия дошнак-цутюн была антироссийской, антигосударственной, сепаратистской. И в данном случае для меня, как человека, который себя считает националистом, но не нацистом, естественно, это памятник тому человеку, который был против моего народа и против моего государства не только в период Второй мировой войны, но и до. То есть это последовательный враг, я так считаю, российской государственности. Нжде. И с этой точки зрения, то есть я никак не могу приветствовать появление таких памятников. И естественно, что когда делают медаль имени Дро, медаль имени террористов, а терроризм осуждается везде, то даже безотносительно того, сотрудничал ли такой человек с нацистами или не сотрудничал, то безотносительно. Уже этого достаточно, чтобы задаться вопросом, что же это творится в армянских властных кругах и почему они поднимают на щит террористов, в общем-то, исторических террористов. Понятное дело, что сами они никогда не скажут, что это террористы. Ну, это всегда так бывает. Вот запрещенные в России организации ИГИЛ, они же тоже себя террористами не называют, правильно? Они себе, там, любой там, изувер, маньяк, он тоже себя маньяком-то не считает. Он себя как угодно назовет, он себе красивые какие-то названия придумает для самооправдания. Но это террорист по любому международному праву. Но эта тема утихла в российских кругах, да? Она не очень сильно педалировалась с самого начала. Она не очень сильно акцентировалась даже вот в выступлении к Захаровой, мы видим непоследовательность, я заметил, и попытки загладить углу. Перейдем к армяно-азербайджанскому на горно-карабахскому конфликту. На линии фронта все чаще происходит обострение. Если случится война, как поведут себя Россия и США в данном случае? Я думаю, что Россия постарается воздержаться от вмешательства в военный конфликт. Я имею в виду, что не будут участвовать российские военные части, которые находятся на территории Армении, не будут участвовать в этом конфликте. А займут они позицию такую, которая, наверное, будет казаться противоречивой. И та, и другая сторона не захочет портить отношения ни с Арменией, ни с Азербайджаном. И США тоже постараются сделать, скажем так, какие-то шаги в сторону Азербайджана. Но мне кажется, все-таки в сторону Армении будет больше. И Россия тоже не займет, мне кажется, однозначно армянскую позицию не займет. А скорее будет стараться сглаживать углы, предлагать посредничество. Как, в принципе, мы такое неоднократно видели. Мы же видели, что когда перестрелки случались, этот вопрос решался не без Путина, когда имеется налаживание мира. Апрельские события прошло. Да, да, да. Мы же знаем, что так или иначе не все попадает в СМИ, но мы можем догадываться, что там роль нашего президента была большей, чем говорилось, и то, что попало на странице. Мне так, по крайней мере, кажется. Но Россия и стран-со-председатели Минской войны были активны. Ну и понятно, почему. Потому что она ближе и находится. Да, ближе и находятся. И последствия этого конфликта в первую очередь обрушатся на Россию, не на кого-то другого. Вот тут еще очень важный момент. Вот чем уникальность России? Дело в том, что всем остальным глубоко наплевать, имею в виду с циничной точки зрения, на происходящее. То есть издержки конфликта никто не будет на себе испытывать. Россия будет, я уверен, будет участвовать в этих событиях как некий миротворец, как, по крайней мере, предоставляющий площадку для переговоров, как посредник. Ну вот на этом, я думаю, роль России закончится. Вряд ли, я уже говорю, вряд ли Россия будет заниматься военными поставками даже той или иной стороне. Постарается быть над схваткой. Как вы оцениваете позицию армянской стороны? Баку четко дал понять, территориальный вопрос не обсуждается. Ну, понятное дело. Ну, а что же Армения? Для Армении, смотрите, Армения в результате событий, которые были тогда, получила максимум в старых событиях. Армения захватила крупные территории Азербайджана. Соответственно, что же, даже если, даже если не поднимается этот вопрос, ну, все же понимают, что Азербайджан так или иначе стремится территорию-то вернуть. Поэтому любой разговор Армении с Азербайджаном, любой Армения, я так думаю, будет воспринимать как способы Азербайджана вернуть эти территории. Даже если тысячу раз Азербайджан поклянется, что он эти территории не хочет, вообще обсуждать даже, Армения в это не поверит. И понятно, что тот статус-кво, который есть сейчас, оно в пользу Армении. Поэтому они заинтересованы в сохранении статус-кво. Что бы они могли предложить и что, в принципе, предлагается, это вот признание Азербайджаном Карабаха независимым, ну, в обмен, как они называют, в обмен на те территории, которые называются армянской стороной зонами безопасности. Но ведь они понимают, что этого никогда не будет. Но Азербайджан на это не пойдет. Да, Азербайджан на это не пойдет. Поэтому ситуация тупиковая, абсолютно тупиковая. Поэтому, значит, я не очень представляю себе, как в принципе, о чем может разговаривать Армения и Азербайджан. Они никогда в жизни не согласятся. Ни на какой формат. Ну, это просто прогноз. Я не представляю себе, чтобы Армения пошла хоть в чем-то здесь на компромисс. Даже говоря о референдуме, они всегда говорят «народ Карабаха» подразумевает только армянскую сторону. Они даже не принимают азербайджанских вынужденных переселенцев. Вы знаете, вы знаете, вот, когда эти события завязались, мы знаем, что решение об отделении НКО от Азербайджана принимались теми советами, где у армян было большинство. И каких-то переговоров с представителем, насколько я понимаю, Совета Шуши не проводил. То есть уже тогда это игнорировалось мнение азербайджанской стороны полностью. И сейчас, говоря о референдуме, ну, в принципе, ведь мы же говорили, что там нет уже азербайджанского населения. Поэтому даже если они бы провели референдум, то его результат был бы заведомо понятен. Ведь азербайджанцы бы не приняли в нем участие, правильно? Они не могут это физически сделать. И как же тогда оценивать этот референдум? То есть он выгоден был бы в этом смысле армянской стороне в любом случае, потому что там 100% населения бы проголосовало за то, что есть уже сейчас. Но ведь армянская страна отвергает все предложения армянской тройки. Как же тогда решать мирную ситуацию? Безусловно, Армения отвергает все предложения и по той простой причине, я уже ее озвучил, что это воспринимается армянской стороной. Компромисс они не считают очевидно выигрышем двух сторон. Они считают компромисс это проигрыш двух сторон. Знаете, компромисс обычно считают это победа двоих. Там, видимо, считают, что компромисс это поражение двоих. Поражение Азербайджана их не интересует, а свое поражение конечно они не хотят терпеть. А для них хоть немножко потерять территорию, которую они считают своей, это уже поражение однозначное. И они не пойдут, мне кажется, ни на какой компромисс. Как это решать? Решить я считаю этот вопрос никогда, скажем так, не то, что никогда, а в ближайшие 20 лет точно невозможно. Это состояние будет заморожено. Это придется решать уже новым политикам, исходя из нового расклада, который будет через лет 20. Нынешнее покоение участников так или иначе тех событий ни с одной стороны, ни с другой стороны не примет то, что предлагает противоположная сторона. Потому что неприемлем... Потому что вы знаете, есть такая поговорка одного белого генерала, он говорил, что у меня с коммунистами расхождение по аграрному вопросу. Они хотят мне закопать землю, а я не хочу, чтобы они вообще по земле ходили. Понятно, что при таком подходе никакого компромисса быть не может. Я боюсь, что, к сожалению, такой подход возобладал вот сейчас вот в этом вопросе. Спасибо большое, что ответили на наш вопрос. Спасибо вам. Я напомню о российско-армянских отношениях, а также армяно-азербайджанском, в Нагорно-Карабахском конфликте мы говорили с российским журналистом, писателем Дионисом Каптарем. До свидания.